привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать русский язык и сегодня говорим про падеж имен прилагательных вспомним что такое прилагательное поговорим про изменения прилагательных по падежам и также познакомимся с новым словом с непроверяемой орфограммы ну что что такое прилагательное я надеюсь что вы помните если не помните давайте я вам напомню так эта часть речи которая обозначает признак предмета отвечает на вопрос какой какая какое какие и тому подобные вопросы прилагательные делают нашу речь более точной конкретной позволяет нам описывать различные объекты давайте с вами выполним такое задание у нас есть словосочетание красивое животное попробуем его просклонять по падежам мы знаем с вами что зла знаем с вами падежи умеем склонять существительные попробуем просклонять словосочетание так именительный падеж есть красивое животное родительный падеж нет красивого животного дательный падеж дать красивому животному винительный падеж вижу красивое животное творительный падеж даду творить красивым животным предложный падеж говорить о красивом животном за обратите внимание что здесь у нас при склонении по падежам меняется не только имя существительное но и имя прилагательное меняется его форма падежная форма мы с вами просклоняли словосочетание в котором существительное как бы указывает прилагательному встать в нужный падеж вот нам нужно запомнить что имя прилагательное всегда будет стоять в том же роде числе и падеже что и имя существительное которому оно относится которым с которым связано по смыслу это очень очень важно ну и наша табличка да с окончаниями становится в связи с этим гораздо шире да мы с вами уже знаем что прилагательные могут изменяться по числам единственное множественное число что в единственном числе прилагательное может меняться по родам мужской средний и женский род но кроме этого прилагательного единственного и множественного числа могут еще и склоняться по падежам в зависимости от этого прилагательное будет иметь разные окончания совершенно разные давайте рассмотрим эту табличку и увидим что мужской и средний род, у них окончания часто совпадают, не совпадают только окончания в именительном, ну и в винительном, вторая строчка, в винительном падеже. У женского рода по падежам окончания в основном будут ой-ей, в именительном падеже ая-яя, в винительном уююю. А во множественном числе окончания в основном будет и-е, и-е, их-ых, им, им и так далее. У них будут вообще особые окончания. Соответственно, про описание окончаний прилагательных. Нам нужно с вами стараться уже запоминать, но в четвертом классе мы будем говорить об этом уже более подробно. То есть такая табличка должна у нас с вами присутствовать перед глазами уже сейчас, но в четвертом классе мы будем ее более подробно обсуждать и окончания тем более ясно запоминать. Давайте с вами вспомним, что мы падежи делим как бы на две группы. Есть у нас основной падеж, именительный, есть как бы косвенные падежи. Так вот, если говорить про начальную форму имени прилагательного, то это будет особая форма, да, и здесь у нас будут одни и те же окончания. Обратите внимание, что начальная форма имени прилагательного, это форма единственного числа мужского рода, именительного падежа. И окончания будут ой, ударная, и, и, если безударная, да, это будет начальная форма, единственное число мужского рода, именительный падеж. Все остальное это уже не начальное, это уже другие формы, родовые формы, да, числовые формы и падежные формы. Вот это нам нужно с вами запомнить. Ну и давайте поговорим о том, как определить род, число и падеж прилагательных. Ну, мы с вами говорили, да, о том, что прилагательное, оно прилагается к существительному. Оно стоит в роде числе и падеже с существительным, да, согласованным. Поэтому, что, как мы будем с вами определять род, число и падеж ими неприлагательных? По существительному, да, все верно. А у существительных род, число и падеж мы уже умеем определять. Давайте выполним задание. Пестрый дятел несет в клюве сосновую шишку. Находим прилагательные и существительные, к которым они относятся. Пестрый дятел. Дятел какой? Пестрый, да, мы с вами видим, что слово дятел, именно к нему прилагается наше прилагательное пестрый, да. Определяем род, число и падеж. Начинаем с числа, да, потому что если множественное число будет, то мы с вами род не определяем. Число дятел, единственное число. Если единственное число, определяем род. Дятел какой? Дятел, он мой, мужской род. Дальше, падеж определяем. Пестрый дятел несет в клюве сосновую шишку. Дятел кто? Он стоит у нас в подлежащем, соответственно, это именительный падеж. Так вот, если дятел у нас в единственном числе, в мужском роде и именительном падеже употреблен, то слово пестрый будет иметь те же самые признаки. Единственное число, мужской род, именительный падеж. Следующее, да, у нас еще есть одно прилагательное. Сосновую шишку. Шишку какую? Сосновую. Шишку. Определяем число. Шишку какую? Шишка какая? Единственное число. Шишка она моя. Одна, единственная. Она моя. Женский род. Соответственно, единственное число женский род. Падеж определяем. Несет, в клюве несет, что? Шишку. Мы видим с вами, что здесь у нас существительное шишку употреблено в винительном падеже. Соответственно, если слово шишку будет стоять в единственном числе, женском роде и в винительном падеже, то и слово сосновую тоже будет иметь эти самые признаки. Соответственно, мы можем вот существительного все переложить на прилагательное и сказать, да, это будет точно так же. Это очень важно запомнить, важно очень понимать и тренироваться это делать. Ну а мы с вами завершаем наш урок словом с непроверяемой орфограммой. Слово животное мы с вами записываем в наш словарик. Здесь целых три буквы, которые надо запомнить. Все они разные. Слово действительно сложное для написания, но я надеюсь, вы выполните какую-то иллюстрацию. Которое поможет вам написание его запомнить. А мы подводим итог. Сегодня говорили про прилагательное, про его изменения по падежам. И познакомились с новым словом, с непроверяемой орфограммой. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока.